Сегодня обсуждаем тему кибермошенничества. Сейчас это как никогда актуально, и вот я даже знаю, что ты, Ксюша... Я лично с этим столкнулась, я очень была возмущена и зла, когда взломали мою страницу ВКонтакте. Пошла рассылка друзьям, перечислите деньги, помогите, дайте в долг. И реально есть люди, которые на это среагировали, хотели искренне помочь, но в итоге перечислили деньги мошенникам. Это какая-то распространенная, мне кажется, трагедия во всех соцсетях сейчас, которая происходит. Можно ли вернуть деньги? Окей, есть такая проблема. Нужно понять, мы можем потом вернуть эти деньги или все, нужно с ними проститься. И, как правило, это же сумма-то не маленькая, это не 100 рублей, да? Сегодня у нас будут специалисты из банка, которые расскажут, можно ли вернуть деньги и как это сделать. А также будут специалисты из полиции, которые расскажут о статистике таких преступлений, ну и тоже о меропрофилактике. И еще узнаем мнение технического специалиста, который скажет, поможет ли пароль защитить свою информацию в сети. Но еще вот интересно, то есть чая-то ответственность, то есть виноват в любом случае кто? Сам человек, который повелся на этот развод? Человек, у которого была не защищена страница, как у меня, например, из-за меня люди стали жертвами? Или кто виноват? Добрый вечер, в эфире программа «Журсовет». Здесь журналисты обсуждают актуальные темы. Меня зовут Надежда Ведерникова, сегодня со мной в студии работают мои коллеги Ксения Фрик и Анастасия Шерстнева. Жизнь современного человека невозможно представить без интернета и мобильного телефона, но, к сожалению, этим очень часто пользуются мошенники. Сегодня попытаемся узнать, как не стать жертвой кибермошенников, и можно ли вернуть отправленные аферистам деньги. Во второй части у нас будет сотрудник отдела по раскрытию мошенничеств, а сейчас мы приветствуем специалиста Центробанка Андрея Зимбекова. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Андрей Зимбеков – ведущий инженер отдела безопасности и защиты информации отделения по Кировской области Волговятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Андрей, скажите, пожалуйста, какие виды интернет-мошенничества вообще сейчас распространены больше всего? На данный момент большое распространение получили такие интернет-мошенничества, как, например, условно назовем его «покупатели из интернета». В данном случае мошенники представляются покупателями на бесплатных интернет-ресурсах или на страничках в социальных сетях и предполагают купить какой-то из товаров, которые выставил гражданин на этих ресурсах. Они связывают с этим гражданином и, соответственно, ему говорят о том, что хотели бы купить товар, но для того, чтобы этот товар не купил кто-то другой, они хотят предоплату внести и перевести, соответственно, деньги на карту. Соответственно, под этим предлогом пытаются выяснить, просят рассказать у этого человека реквизиты банковской карты. То есть это номер карты, код безопасности на обороте карты, какие-то еще дополнительные реквизиты, которые помогут им в дальнейшем оплачивать с помощью вот этих реквизитов услуги в интернете. Вот интернет-магазины тоже туда входят, мы же там тоже оставляем свои реквизиты, нельзя такого делать? Почему? Данная оплата входит, скажем так, в технологию оплаты. То есть внесение данных реквизитов входит в технологию оплаты. А здесь лично, да, когда кто-то просит, что из интернета перечислить данные на свои карты, это ни в коем случае не заделать. Просто пытается выяснить вот эти реквизиты. А то есть, знаете, распространено, что если ты перебудешь деньги, тогда понятно, вот это распространенный случай мошенничества. И люди, наверное, не боятся давать свои реквизиты. То есть даже в этом случае ты все равно в зоне риска, получается? В данном случае мошенники, они вводят в заблуждение человека, они уговаривают его, как-то отвлекают. То есть выходят таким образом на контакт и пытаются выяснить вот эти реквизиты. Дополнительно некоторые еще пытаются выяснить код безопасности, который приходит им, этому человеку, на СМС. То есть люди тоже сообщают? Да, бывают такие случаи, что они просто сообщают. Ну, в большинстве, наверное, случаев таких, когда они сообщают, они просто не информированы о том, что не нужно вот эти вот все реквизиты карточные сообщать мошеннику. Ну вот, а если мы сегодня перед началом программы как раз обсуждали, что у нас вот Ксения столкнулась с таким мошенничеством, кибермошенничеством. У меня взломали страничку ВКонтакте. Это, наверное, тоже такие достаточно популярные способы мошенничества. И началась рассылка моим друзьям. Привет, как поживаешь? Можешь дать в долг? Переведи 15 тысяч рублей. Ну да, здесь вынуждают, скажем так, мошенники ваших друзей отправить им на счет, к примеру, на карточный определенную сумму. То есть они пытаются воздействовать какими-то способами психологическими, допустим, на то, чтобы люди им эти деньги отдавали просто так. То есть фактически они, по сути, наверное, не узнают никаких реквизитов банковских карт. Они дают номер карты. Карта была ВТБ. Именно вот это как-то влияет или нет? Ее сложнее отследить или что? Совершенно не влияет. Где они захотели себе открыть счет, где им удобнее это было сделать. Ну, скорее всего, вот так вот. И вот людей-то волнует, которые переводят эти деньги, можно ли вернуть деньги обратно, отменить банковскую операцию? В данном случае банк является посредником. То есть он в операциях между, скажем, клиентом и покупателем, продавцом никакого участия не имеет. Но это же мошенничество. Нельзя как-то продумать этот вопрос? В данном случае, скажем так, если гражданин по своей неусмотрительности передал... Так его же ввели в заблуждение. Здесь, скажем так, вот смотрите, с точки зрения закона, если гражданин раскрыл свои персональные данные по неусмотрительности и передал эту информацию мошеннику, при этом со счета карты списались денежные средства, то вернуть эти денежные средства... Нет, тут не переговоры, а не персональные. А там не операцию. Вот я лично свои деньги перевела на другой счет. Почему я не могу свои деньги вернуть обратно? Почему нельзя отменить операцию? Неужели такой возможности нет? Ну, посмотрите, с другой стороны, допустим, если операция не мошенническая, так? А если пояснили, приходите в магазине... А если есть какое-то постановление полиции, что это действительно было мошенничество? Если есть постановление полиции, если есть дело заведено в правоохранительных органах, то дальше идет уже, скажем, решение суда. По решению суда, да, могут перечислить деньги, вернуть деньги. А если их уже нет? Ну, до этого нужно довести, скажем так. А если их уже сняли, вот их оперативно с карты, куда перечислили деньги, сняли, их там уже нет. В этом случае все равно пострадавший должен обратиться к заявлению в правоохранительные органы. Но деньги он назад не получит. Далее будет все зависеть от того, как будут работать правоохранительные органы. Даже не берем в пример вот там вот тему мошенничества. Почему нет у человека возможности отменить то, что он сделал только что? Данные требования прописаны в законодательстве. Вы считаете, что это справедливо? Ну, как сказать, с моей точки зрения, мое личное мнение в данном случае, наверное, будет неважно. То есть, если есть определенная норма законодательства, то данная норма должна выполняться. То есть, если перевод отправлен с одного банка, он должен дойти до другого банка и завершиться. Вот таким вот образом. Ксюша, ну вот ты говорила, когда взломали твою страницу, ты спрашивала, нужно ли поменять пароль ВКонтакте и спасет ли это вообще от дальнейших каких-то посягательств мошенников. Мы поговорили об этом с техническим специалистом. Давайте послушаем. Это должно быть очень полезно, потому что, да, лично я столкнулась с тем, что я не понимаю, какой должен быть пароль. То есть, даже сейчас не установить новую защиту, какую. Да, еще он расскажет о том, какая социальная сеть самая опасная в этом смысле. Давайте посмотрим. Что касается подхода с технической стороны, то пароль играет свою роль, потому что его сложность и вот дешифрация этих паролей, которые там по умолчанию идет, или взлом этих паролей в ручном или любом другом режиме. То есть, чем пароль сложнее, тем очевидно, что его труднее будет взломать и тем труднее его будет подобрать. Поэтому мы с вами видим, ну, как бы в подтверждении моих слов, например, да, мы с вами заходим в всем знакомый App Store, который просит нас вводить пароль с большой буквы, использовать цифры, использовать цифры, например, не одну, две, например, три цифры в середине пароля, и чтобы он состоял, например, из двух слов. Опять же, начинался с большой буквы. Это по большей части случайный выбор, потому что работа идет не конкретно на какого-то человека, а работа, наоборот, идет в математической прогрессии. То есть, мы начинаем взламывать все, и в любом случае мы кого-то взломаем. По моему личному мнению, с профессиональной стороны проблема самая большая с одноклассниками, потому что люди, которые в этой сети присутствуют, все-таки это поколение, ну, условно назовем его 30+. Сообщений там по факту, по отчетности рассылается больше. Какие у вас стоят пароли, насколько серьезные? И взламывали, и по взламывали, и вас когда-нибудь? В немногих социальных сетях у меня есть свой аккаунт, и пароль я устанавливаю достаточно сложный. То есть, в принципе, тот, который рекомендован был специалистом, это прописанные строчные буквы, цифры, обязательно, и спецсимволы. Как-то же еще и запомнить нужно такой пароль. Ну, конечно, нужно иметь какие-то ассоциации, наверное, с чем-то, чтобы запомнить подобные пароли. Андрей, спасибо вам большое, что нашли время и пришли сегодня к нам. Я напомню, что у нас в гостях был ведущий инженер отдела безопасности и защиты информации отделения по Кировской области Волговятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Зимбеков. Во второй части программы мы продолжим обсуждать интернет-мошенничество. Не переключайтесь. Я думаю, основные моменты, которые касаются способов интернет-мошенничества и определенных правил, которым лучше придерживаться в интернете, да, мы осутили. Это Жорсовет, и мы продолжаем. Мы обсуждаем сегодня тему дистанционных мошенничеств. Сейчас у нас в гостях полицейский Павел Шмыров. Добрый вечер. Добрый день. Павел Шмыров, подполковник полиции, заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничества уголовного розыска ОМВД по Кировской области. В первой части программы мы разговаривали со специалистом Центробанка, и он фактически сказал, что деньги, переведенные мошенникам, практически вернуть нельзя. Да, смиритесь. Он не обманул вас. Я не знаю, говорил он, не говорил он о законе, который, насколько я знаю, сейчас подписан уже в третьем чтении, находится в Совете Федерации, по поводу блокирования банковских карт. Закон, ну, он, понятно, что призван защитить обычных граждан, по чьим банковским счетам, по банковским картам будут проводиться так называемые сомнительные операции. Но закон, в том виде, в котором, по крайней мере, мы его видели, и что говорят специалисты, он, конечно, сыроват, в том плане, что кто будет определять эту самую сомнительность операции. Само собой понятно, если, предположим, у бабушки с банковской карты списываются деньги на счет куда-нибудь, знаете, на какие-нибудь острова. Понятно, что это, скорее всего, невозможно, и банк ее заблокирует. Но возьмем ситуацию, которая реально может быть, она живет в Кирове, у нее внук уехал во Владивосток, да, и она ему посылает деньги. И, опять же, это же нужно будет создавать какие-то специальные подразделения в центробанке, там, в каждом, допустим, банке специальные службы, которые будут определять сомнительность этих операций и разбираться вот с так называемыми операциями, которые не разрешил провести банк. А вот сегодня мы обсуждали определенный случай у нас у Ксении неделю назад. Немали страничку ВКонтакте. Пошла рассылка моим друзьям. Привет, как поживаешь? Должи деньги, 15 тысяч. И один из моих приятелей перевел деньги на карту ВТБ. Каким образом сейчас вообще вернут деньги, возможно это или нет? Потому что представитель центробанка сказал, что отменять отмену операции сделать уже нельзя. Ну, уже, я думаю, неделю назад... Уже деньги никакие не вернуть. А как это ускорить, если вам пишут заявление на сайт, ответа нет, встречу назначить никак не могут? То есть это такой достаточно небыстрый процесс. Как оперативно вернуть деньги, тогда заблокировать, например, карту ВТБ? А что значит ответа нет, пишут на сайте? Вот у нас есть комментарий как раз человека, который страдал от иммонет мошенников, который перевел деньги мошенникам. Мы с ним поговорили по телефону, он просил не называть его имени. Давайте вот послушаем, что он рассказал нам. Мы общались в ВКонтакте, была переписка, причем она была о вещах, о которых не только мы можем вдвоем знать. И вот ровно в этот момент, когда мы переписывались, вдруг от человека просьба ввести деньги. Спросили 15, якобы погасить кредит, но 15 я не мог, поэтому отправил половину. Ну и после этого сразу же я пошел в банк, и мне сказали, что сделать уже ничего нельзя, потому что транзакция прошла, оплата прошла в другой банк, и, в принципе, сказали обращаться в полицию. Я вот как-то так живу и даже не знаю, в принципе, куда звонить, где полиция находится ближайшая. Я погуглил, нашел телефоны каких-то отделений ближайших по гуглу, позвонил, но в три адреса позвонил, и вот как-то никто мне не ответил. Я сел снова в интернет, просто делаю ситуацию, там посоветовали на каком-то форуме ставить заявку, то есть заявление написать, я просто заявление на сайте не поставил. Это, получается, было вот в пятницу, и во вторник мне позвонили из полиции, уже из нашего местного отделения. Вот сказали, что нужно было прийти, ну, в принципе, расписали там последовательные шагов. Надежда, на самом деле, очень слабая, ну, потому что у меня есть друг, который, в принципе, работает тоже в полиции, и раньше работал, когда-то примерно по таким делам, ну, говорили, что процент, это как бы маленький возврат, но в принципе он есть. Так вот, все-таки возможен возврат какой-то или... Нет, невозможно. А зачем тогда вообще человеку писать заявление в полицию? Зачем ваш отдел тогда тоже, вот, вопрос, если это ничего невозможно помочь? Ну, смотрите, давайте по порядку. Давайте. Во-первых, писать заявление в полицию необходимо. Для учета, чтобы была статистика по количеству таких преступлений, да? Почему для учета? Ну, почему сразу для статистики? Ну, и для статистики в том числе, чтобы видеть всю ситуацию, какая происходит, чтобы на нее можно было реагировать. Я сейчас не говорю, что мы тут готовы всех победить, мошенников. Нет, это очень сложно. Вот, мошенничество, дистанционное мошенничество, это сейчас самый динамично развивающийся вид вообще преступной деятельности. Конечно, потому что люди теряют деньги каждый день. Все правильно, потому что у нас жизнь-то поменялась. Получается, что они без возможности остаются эти мошенники. Вот, мы подходим-то к самому главному. У нас законы-то меняются очень медленно. Но вы представляете, какая машина государства, какая машина, ну, вообще система Министерства внутренних дел. И она, да, она неповоротливая, она долгая, и она очень тяжело на это реагирует. То есть, пока она поворачивает, люди должны смириться с тем, что они теряют деньги? Нет. Нужно элементарно соблюдать правила собственной безопасности в первую очередь, которая зависит от самих граждан. Вы не сообщайте никому, когда пароли, номера своих банковских счетов. Никто ничего не сообщал в данном случае. Нет, в данном случае это один из видов. Их очень большое множество. Стас, а есть у вас статистика какая-то по таким мошенничествам? Много их вообще? Ну, если вас интересует, а я думаю, цифры вас не интересуют, но вот именно взлом аккаунтов в социальных сетях, ну, он, так скажем, на третьем месте находится. То есть там на первом месте у нас находятся, это так называемые, интернет-магазины. Да, ну, люди же у нас, просите там за такое слово, ведутся на дешевые товары, на дешевые услуги. Опять же, находят сомнительные сайты, сомнительные интернет-магазины, отправляют свои деньги. Там им приходит либо некачественный товар, там, либо не то, что они заказали, либо, там, знаете, граненый стакан приходит вместо того, что они заказали, там, вместо телефона. То, что касается аккаунтов в соцсетях, вот, я не знаю, мы можем проверить, вот, у вас аккаунт в соцсети, у вас логин какой на нем? Логин был номер телефона. Вот видите, а у вас, случайно, в вашей соцсети не был указан номер телефона? Нет, конечно. Ну, а вот я вам могу поставлю, а я вас поставлю в известность тогда, что у нас очень много, кто оставляет номера телефонов в соцсети. Это касается, в первую очередь, молодежи. Как возможно вообще подобрать пароль? Это может быть все, что угодно. Ну, я думаю, вы не хуже меня, я думаю, конечно, я думаю, вы не хуже меня. Пользуйтесь интернетом, вы зайдите, масса программ на различных сайтах. Хорошо, но нам интересно, с вашей точки зрения, другое, дальше, какая заключается работа, вот, с вашей стороны? Человек написал заявление, да? Как полиция собирается расследовать это дело? Вам всю процедуру рассказать, как можно? Ну, вкратце, какие этапы происходят? Известна, например, банковская карта, куда были перечислены деньги? Да, это самая основная, как бы сказать-то, ну, вот именно по этим преступлениям, это один из, ну, наиболее, наверное, простых путей, это пойти по номеру банковского счета, да. То есть мы устанавливаем, где он был выпущен, и где он, ну, он, так скажем, обслуживается. То есть, где происходит снятие, либо откуда происходят оплаты услуг, переводятся деньги там, дальше они толкаются по счетам. Потому что, ведь, поверьте мне, преступники-то, вот мы с вами проснулись с утра, и мы думаем о работе. Вам нужно сделать это, это, это. А преступник проснулся, и он думает, как сделать так, чтобы его не поймали. И это его работа, и он усовершенствует свою работу. И поэтому они, когда ваши деньги пришли на один счет, он после этого его толкнет еще через три счета. А вот теперь, посмотрите, как действует сотрудник полиции. Он берет счет, на который, он сначала обращается в банк, как бы имитент, который выпустил карту, да, ну, Сбербанк возьмем, сам это распространенный, ждет от них ответ, долго и упорно ждет от них ответ. Месяц? Он не в Кирове, этот ответ делается, ставлю вас опять же в известность, не в Кирове. Мы посылаем его, мы ждем, ну, не месяц, да, сейчас немножко там упростили, ввели систему так называемого электронного документа оборота, стало немножко попроще, но это все равно долго, это все равно неделя, примерно, бывает и больше. Мы получили от них ответ, что эти денежки поступили на счет такой-то. Этот счет у нас, допустим, ну, Киви кошелек, ну, самое распространенное и самое простое для регистрации для жуликов, в Киви кошелек, мы отправляем этот в Киви, это еще дальше, и с ним еще сложнее, чем со Сбербанком, ну, Сбербанк более такая, что ли, организованная все-таки, банк серьезный, все. Ну, а Киви кошелек отвечает, ну, слабенько отвечает. Опять же, долго, это еще, допустим, в лучшем случае, там, 10 дней. А они еще дальше толкнули. Они все это сделали в течение, ну, там, 20-30 минут, понимаете? А нам на это нужно. Ну, время ушло, это понятно. В какой момент вы заходите в тупик, когда вы понимаете, что все, точка? Ну, когда деньги снимаются, ну, как правило, я говорю, вариантов-то ведь два, по сути. Это либо снять деньги, то есть вывести их на более-менее легальную карту, да? Ну, как бы, не то, что легальную, а карту, к которой пойдет реальный человек, сунет ее в банкомат, снимет эти денежки. Либо они оплатили какие-то услуги этим, либо они приобрели какой-то товар. Ну, то есть, ведь, получается, все равно можно выйти-то на человека? Выходим. Да, конечно, выходим. Так часто вы находите эти преступники? Раскрываемость? Ну, если вам нужна статистика, я вас, наверное, статистикой не обрадую. Статистика сейчас такая, что за первую половину 2018 года на территории Кировской области совершено полторы тысячи мошенничеств. Это из-за дистанционных, да, мошенничеств? Нет, да, слушайте. Полторы тысячи мошенничеств. Из них более половины совершены дистанционно. Более 500 совершены у нас здесь, в областном центре, в городе Кирове. Раскрываемость 20 с небольшим процентом. А как вернуть деньги? Вы нашли конкретных виновников дальше. Ну, это обычная процедура, которая у нас заложена в уголовно-процессуальном кодексе. Он будет, конечно, потерпевший будет писать гражданский иск. Этот иск будет наложен на преступника, если судом будет доказана его вина. Если при задержании, сейчас, конечно, полицией делаются все возможные действия по так называемой изъятию имущества у преступника с целью потом возмещения причиненного им вреда. То есть, ну, эта работа, она тоже действительно проводится. Потому что, ну, да, тоже, наверное, понимаете, что никто сам не возьмет и не положит. К тому же, все эти преступники, дистанционные мошенники, они все серийники априори. Понимаете? Они все... А это миф или нет? Вот говорят, что все эти люди, которые взломывают контакты в соцсети, это заключенные, которые сейчас отбывают наказание в тюрьме. Нет. Это абсолютно вообще... Я не знаю, где вы это слышали. Вы немножко... Это достаточно распространенная информация. Нет, это не про взлом в соцсети. Это не про взлом в соцсети. Это действительно так. Но это немножко про другие виды дистанционных мошенничеств. Не про взлом в соцсети. Взлом в соцсети это, ну, наверное, один из самых молодых. И он все равно требует определенной продвинутости у жулика, да, определенных знаний. Либо это делает он сам, да, вот эти взламывая, так скажем, аккаунты. Либо они покупают уже взломанный аккаунт. Потому что есть человек, которому зачем вот эти светиницы, что-то денег куда-то. Он сидит там... Нет, так как такое... Я была в онлайне. Да. То есть в эту же самую секунду меня взломали, когда я была с ломашей в контакте. Ситуацию, которую вы сейчас дали... Послушайте, я ее прекрасно... Это было в выходные дни. И этот материал пришел к нам. 15 тысяч просил он у девушки. 7 с половиной... Ой, девушку у него просил. 7 с половиной он отправил. Он прекрасный материал зачитал. Ну... Мы ждем вашей помощи. Так, ну, мы сделаем... Все от нас зависящее. Но я вам еще раз говорю. Вот я вам просто рассказывал, вот как идет вот эта цепочка, как она тянется. Другого-то сейчас не дано. И это еще со всеми... Ой... Большими, с разными там проблемами, которые возникают так-то на пути. Их очень много. Ну, конечно, кто же не говорил, что будет легко. Это действительно... Да, ну и количество большое. И количество это большое. Но если изначально человеку говорят, да шансов нет, ты ничего не получишь, ничего не помнется... Ну, кто вам говорил? Сотрудник полиции вам такой сказал. Я же вам такой сказал. Я сказал, мы будем работать, и мы постараемся сделать все от нас возможное. Но по взлому соцсетей я вот вам пример-то привел. Вот открыть у молодежи, открыть аккаунты, у них очень много... У многих уже телефон написан там. Это является логином. Жулику в два раза облегчили, так скажем, труд по взлому его аккаунта. И уже для него логин, пожалуйста, выложили. Все. Ему остается там, допустим, в покупленной программе подобрать пароль, либо там сделать еще там... У нас, к сожалению, время с вами подходит к концу. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам. Я напомню, что у нас в гостях был подполковник полиции Павел Шмыров. Мы разговаривали о дистанционном мошенничестве. Меня зовут Надежда Ведерникова. Сегодня со мной в студии работали мои коллеги Ксения Фреки, Анастасия Шерстневого. Друзья, не попадайтесь на уловки мошенников. До свидания. Мошенничество, дистанционное мошенничество, это самый... Самый развивающийся вид преступных посетов. И преступники постоянно усовершенствуют этот вид преступления. Потому что, так скажем, мы подстраиваемся под них, пытаемся их ловить, они придумают все новые и новые методы. Поэтому раскрыть, ну, это невозможно. Мы с вами обсудили, по сути, ну, здесь вот два вида мошенничества, их больше десятка. Мне кажется, советы, которые дали специалисты, они, безусловно, будут полезны. Еще раз напомнить людям о том, что мы должны нести ответственность за свои банковские карты, за вот те как раз тайные цифры, которые нельзя никому сообщать. Но я пришла только к такому выводу, что пока не устроено в нашей стране все таким образом, чтобы людям действительно помогали. Наверное, нужно быть умнее и действительно не доверять. Но люди не виноваты, что их обманули. Позитивным не назовешь этот разговор, это факт. Потому что тут непонятно. В любом случае, если ты попал в эту ситуацию, а где помощь? Всего 20% раскрытых преступлений, и то не все сообщают в полицию о том, что там они взяли и перевели денег, потому что понимают, что он там сам дурак, например. И еще раз, мне кажется, важно сказать, что действительно, если кто-то собирается переводить кому-то деньги, конечно, самое главное – это перезвонить лично человеку и убедиться, что они необходимы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова